Всегда немного сложновато выступать перед экспертной аудиторией, особенно после такой лекции, подробной, которую нам Юрий Георгиевич прочитал. Но я постараюсь в своем докладе некоторые акценты все-таки осветить. Что касается ствола, все прекрасно понимают, что это отдельная очень важная тема. Это отдельная подгруппа пациентов. Если мы говорим об остром коронармском, то эти пациенты часто довольно тяжелые. И от качества нашей работы очень часто зависит прогноз этих пациентов. В нашей клинике мы традиционно годами делали очень много вмешательств на стволе, там 100 в год где-то, и, соответственно, много делали визуализации ствола. Сейчас это количество уменьшается последние три года в связи с тем, что у нас открылось отделение кардиохирургии, и мы очень много пациентов, в том числе тяжелых и экстренных, стали отдавать нашим коллегам. Но, тем не менее, проблема остается важной. И в контексте нашего сегодняшнего разговора тоже стоит некоторые вещи осветить. Очень много уже Юрий Георгиевич сказал в своей лекции. Я постараюсь не повторяться. Да, практически у каждого 20-го пациента, которому делается коронарная ангиография, есть стеноз ствола ангиографический, больше 50%. Это данные довольно старые, но, в принципе, они из работы в работу переходят. Примерно каждый 20-й пациент. Стеноз ствола, как вы все знаете, редко бывает изолирован. Чаще присутствует множественное стенотическое поражение коронарных артерий. Что касается самой атеромы в стволе, то чаще всего она диффузно поражает ствол, нежели имеет какой-то фокальный характер. И, разумеется, учитывая объем кровоснабжения ствола, прогностическая значимость этого сосуда, точная оценка значимости стеноза, точный подбор размера стента и контроля его установки имеет решающее значение для прогноза пациентов. Ангиограмма коронарная, понятно, имеет свои известные ограничения, когда речь заходит о точной оценке размера сосуда и степени стеноза. И в стволе есть свои особенности, да? Обусловленные кризисом анатомии этого артериального артериального. Во-первых, в случае диффузного поражения, диффузное поражение бывает чаще всего, у нас отсутствует референсный диаметр реально. У нас часто бывает наложение ветвей, которые мы не всегда можем выдохновить посредством смены проекций. Часто мы не можем привести ствол реально ортогонально, или мы думаем, что он ортогонально у нас на проекции, но на самом деле это не так, и это все ведет к переукорочению, опять же, искажению наших представлений о сосуде. Для чего нам вообще визуализация, да, в стволе в том числе, это точное измерение размера сосуда, это минимум просвета и стента, если мы туда имплантировали, композицию бляшки, да, ее анатомию, ее объем, степень сужения просвета, ее сиркулярную величину, параметры стента, установлено, да, его раскрытие, экспансию, его оппозицию, визуализацию тромбов, как в нативном просвете, так и в стентированном, диссекции, протрузии материала, бляшки или тромбов через стенд, что тоже может иметь значение, и определение позиции проводника, это больше относится к ОСИТИ, если мы делаем, скажем, терминальный ствол, и если мы делаем хроническую оппозицию, то тогда это используется айс. задачи, которые мы перед собой ставим, используя визуализацию в стволе, как уже было не раз отмечено сегодня, точность измерения сосудов, это определение гимноденческой значимости стендов, по разделам Украины. Вот эта задача довольно редко в клинической практике стоит. По разделам Украины нет. Галицию заберет больше себе. Это НАТО. Мы будем тогда в прямую границу с НАТО. А вот в таких рекомендациях стоит внутрисосудистую ультразвуку, предпринимающий просвет, как доказание к вмешательству на стволе левокоронарной артерии. Это прописано. В европейских тоже оговаривается. У нас это более директивно прописано, и, в принципе, этим можно пользоваться. В том плане, что, если принято решение о стентировании, в том числе на основании и того, что врач склоняется, и клиника похожа, и плюс просвет, конечно, это комплексная история. Потому что одна площадь просвета для маленького худенького пациента, 50 килограммов, и для большого мужчины здорового, это разные площади просвета. И для разного строения. Левая, правая коронарная артерия тоже разная история. Крайне левого типа. Нужно побольше этот просвет. Если весь бассейн огибающий редуцирован, и все от правой отходит, то и ствол левой коронарной артерии меньше. Это все обсуждает. Или рубцы какие-то есть уже в этой зоне. Тоже площадь просвета нужна меньше. Но, тем не менее, цифры прописаны. Этим можно пользоваться при принятии решения о том, почему вы использовали датчик, и почему вы сделали стентирование. Да, но в реальной практике в нашем центре в СУЗе для этого используются реже. Чаще используются неинвазивные тесты или физиологическая оценка. Но в СУЗе тоже используется, может использоваться, есть критерии, по крайней мере. Но надо внимательно осознаститься к тем моментам, о которых сказано было выше сегодня уже. Соответственно, вот эти первые и третьи задачи, они взаимосвязаны. Это обычно предчековые, а вот это уже постчековые. Оптимизация стенда. Мы можем использовать как в СУЗе, так и ОКТ в стволилевой коронарной. Методы, в общем-то, дают нам схожую информацию, но есть, естественно, моменты, есть различия. Да, в СУЗе меньше разрешающая способность, но большая глубина сканирования. ОКТ разрешающая способность намного выше, в 10 раз превышает глубина, меньше, но не настолько. В СУЗе позволяет, как нам уже мы выяснили, оценивать пограничные стенозы. Хуже мы видим интиму, хуже мы видим тромбы. Вернее, мы их видим, но оценивать затруднительных. Хуже мы видим протрузии, диссекции краевые. Оценка малепозиции в известной степени затруднена. Экспансию стенда можно хорошо оценить, а малепозицию сложнее. Мы можем оценить структуру, композицию бляшки. Нет у нас необходимости замещения крови, контрастом. И мы можем очень хорошо работать с устьевыми сегментами. И в стволе, ствол от артерии довольно большого диаметра обычно. И в СУЗе здесь имеет определенное преимущество. Что касается ОКТ, мы тоже можем измерить те же параметры, что и на ВСУЗе. Минимальная площадь просвета, легко. Но дело в том, что просто не было это валидировано. Это методика для вот этой цели. Очень хорошая визуализация интимы, всех наложений на интиму, тромбов, протрузий через траты стенда, диссекций. Очень хорошо можем оценить малепозицию, недораскрытие стенда тоже. Мы можем оценить позицию проводника, если это речь идет о бифрукационном стентиру. 3D-ОКТ позволяет нам это делать. Мы можем оценить структуру бляшки, хотя и не так полноценно, как на ВСУЗе. Мы обязаны заместить кровь туго контрастом. И практически неизбежно появление артефактов, если мы работаем на устье или если ствол достаточно большого диаметра. Вот в одной из довольно интересных и крупных работ по использованию у сети в стволе лево-коронарной частота артефактов росла чем максимально, тем больше артефактов. Устье, аутоустевой сегмент и максимальная часть ствола. У каждого пятого пациента были какие-то артефакты, которые затрудняли точную оценку ствола в этом сегменте, при том, что исследование проводилось по очень жесткому протоколу техническому. Как эти артефакты выглядят, с какими мы можем столкнуться с сложностями? Да, ну вот ствол лево-коронарный, он довольно большой. При таком большом диаметре у нас возникают квадранты сосуда, которые выходят за площадь изображения. Мы, соответственно, здесь ничего оценить не можем. Знакомые всем, я думаю, артефакты, вот такие спиральные артефакты, которые возникают из-за недостаточно полного вытеснения форменных элементов крови, строя и контраста. Это тоже проксимальный ствол, близко к устью. И посмотрите, сигнал за вот этим артефактом отсутствует практически. Выраженное ослабление сигнала, соответственно, вся вот эта часть сосуда не поддается оценке здесь. Также в артефакте большого диаметра возникают вот такие артефакты сшития, так называемые, когда у нас вот такой вот край есть, который… ну это здоровая стенка, это здорово в стволе смотрели, но если это пораженный сегмент, то у нас вот этот артефакт будет нам уже сильно мешать. И то, о чем сегодня уже было сказано, смотрите, некоаксиальное положение датчика, эллиптическое такое вот получается изображение и в зонах вот этой эллиптической дисторсии пропадает или ослабляется сигнал, тоже ничего оценить мы здесь вот уже не можем. Плюс у нас вообще за край изображения уходит. Это вот основные такие сложности, которые мы можем встретить в стволе при выполнении ОКТ. Тем не менее, хоть глубина сканирования ниже УВСУЗИ, извините, у ОКТ, чем УВСУЗИ, тем не менее, мы можем оценить структуру сосудов, пусть и не так глубоко. Вот фиброзная бляшка с не очень выраженным ядром таким, без кальция, и вот фиброзно-кальцинированная бляшка. Кальция, в отличие от УВСУЗИ, не так влияет на ОКТ. Если кальцинос до 3 мм толщиной, то в принципе не образует каких-то больших артефактов и не сильно затрудняет исследование. Формальных критериев никаких не существует для оптимизации вмешательства на стволе посредством ОКТ. У нас есть в принципе критерии оптимизации, ОКТ-оптимизации из исследований Докторс и из исследований Айлумин-3. Это критерии, которые так или иначе оперируют отношением между минимальным диаметром стентированного сегмента и минимальной площадью просвета. Не диаметром, извините, площадью стентированного сегмента. Критерии недавно вышли из Ленн-Лемон. Это первое исследование, которое адресовано было именно в выработке критериев качества имплантации в стволе левый коронарной артерии. Дистальный ствол использовали, максимальное поражение не брали. И вот придумали тоже такой критерий. 80% отношения стентированного сегмента к референсному просвету. Через год получили очень хорошую выживаемость, но дело в том, что исследование-то пилотное, и вот эта вот кривая, она просто соотносится с данными стентированного ствола на основании ангиограммы, и она не хуже. Пока что это не дает никаких оснований применять вот эти критерии для чего-либо. Но тем не менее, это уже какие-то первые шаги для валидации методики OCT для ствола. Напомню, что в предыдущую такую эру OCT для ствола в исследованиях не рассматривалось. На больших. Что касается чисто технических моментов, стоит поговорить о выборе проводникового катетера. Стандартно, мы когда делаем OCT, для левой коронарной мы используем катетеры Extra Backup для того, чтобы хорошо интубировать ствол, туго наполнить целевой сегмент. Для дистального ствола мы используем Extra Backup. Для проксимального устьевого, если на всей длине, конечно, этот катетер уже не так удобен. Особенно, если доступ у нас лучевой. Можно использовать катетер Джаткинса. У них своя особенность, что наполнить адекватно через катетер Джаткинса бывает сложнее. Тем более, что у нас полуселективное будет положение, если мы хотим оценивать проксимальное отделы устья. И это будет создавать определенные сложности. Катетера Side Hall при OCT использовать не рекомендуется по понятным причинам. Момент использования инжектора. Мы не используем инжектор при OCT. Может быть, кто-то им пользуется, рутинно в коронарах. Я не знаю. Вообще, когда делаем OCT, проблем несколько для ствола. Первое. Для того, чтобы посмотреть устья, наш гайд-катетер должен быть в аорте. И с ультразвуком проблемы нет. То, что Юрий Георгиевич показывал, действительно, все можно посмотреть. Но для того, чтобы сделать OCT, нужно противоположное ровно. Должен хороший ингейджмент катетера и заполнить контрастом. Когда ты хорошо зашел заполнить контраст, устья ты никогда не видишь. Поэтому, с моей точки зрения, для устьевых поражений ОКТ все-таки неудобная история. Особенно, когда уже сделал стентирование и нужно посмотреть качество этого стентирования, почти никогда не удается нормально получить картинку. В отличие от ультразвука. Как метод выбора рассматривать нельзя. Что касается артефактов, когда кровь подмешивается, то если мы посмотрим любые трансляции с любых крупных конгрессов, где OCT используется, почти всегда картинки для книжки, они все красивые, а в реальной жизни хорошую картинку для ствола получить редко удается. Много артефактов, которые затрудняют. С моей точки зрения, когда такие проблемы возникают, инжектор, конечно, удобен и нужен. И могу сказать, что когда мы ОКТ делаем, это целая история. Давить на этот шприц, чтобы получить хорошую картинку. Шлопают, сломаются шприцы. Оператор начинает говорить, быстрее, сильнее, 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 сильнее. Потому что он видит много артефактов, а за эти секунды датчик едет назад. Ну, что ж ты не додавил. Или контраста не хватило. Поэтому такая проблема есть. Инжектор, часть проблем, в принципе, решит. Да, да. Но если мы на терминальном стволе работаем, опять же, и ствол достаточно большой длины, то у нас нет вообще никаких проблем, как правило. А вот тело, максимальный у сетевой сегмент, конечно, это... Надо подумать, стоит ли использовать OCT для этих целей. Но литература уже есть, которая говорит, что, в принципе, это возможно. Что касается андресосудиста ультразвука, ну, он давно находится в гайденсах уже, да, и может обсуждаться для оценки тяжести поражений, гемодинамической значимости в стволе. Это 2А класс рекомендаций, все хорошо. Вот картинка тоже из нашего центра. Видите, здесь минимальная площадь просвета 2,3 мм квадратных. То есть такой стеноз расценивается как значимый. Какая с этим есть проблема? Да, это пришло из... Вот эта картинка из европейского консенсуса по внутрисосудистой визуализации. Эти данные пришли из довольно крупного многоцентрового одного регистра, где, соответственно, было это получено. То есть больше 6 мм, если минимальная площадь просвета в стволе, то нет никакой разницы между консервативным введением и черезкожным коронарным вмешательством. Да, оставили серую зону нам, где мы можем физиологическую оценку обсуждать, которая тоже в стволе может иметь определенные особенности, бывает сложна, меньше 4,5 мм ревоскулиризировать. Есть несколько критерий. Есть критерии меньше 4 мм было для азиатской популяции. Вообще в азиатской популяции все вот эти цифры, у них есть shift туда-влево, они уменьшаются. Есть данные рандомизированного исследования, которое вместо 6 мм квадратных показалось 7,5, но там было всего 100 человек и так далее. Но тем не менее это то, что мы сейчас имеем. Опять же, в реальной практике довольно редко айвус используется именно с этой целью. Чаще физиологическая оценка или неинвазивные методы вообще. Что касается оптимизации ЧКВ, это, наверное, основное применение айвуса для ствола. И здесь уже давно достаточно доказано, что применение антрисосудиста ультразвука улучшает прогноз при стентировании ствола. По куче точек я привел один из метаанализов, их несколько. Данных достаточно много, правда, в основном они тоже взяты из регистров, это надо иметь в виду. Там всего одно рандомизированное исследование было. Тем не менее, уже накоплен довольно большой массив, который говорит о том, что лучше использовать внутрисосудистый ультразвук при работе на стволе. Опять же, что значит использовать? На какие критерии опираться? Как сделали стентированные ствола? Сделаем айвус, видим что-то, как нам это интерпретировать. Используется в основном экспертная интерпретация. Стенд раскрыт нормально, нет какой-то грубой малипозиции, которая заметна, нет краевых диссекций, и все хорошо. Было сделано несколько попыток, вот это последнее из них по времени, ввести формальные критерии для ствола левой коронарной для оптимизации ЧКВ. Это Эрнандес, это очень известный человек в данной области. Провели такое исследование в Испании. То есть брали, некоторые критерии определили, то есть минимальная зона стенда больше 90% должна быть, остаточный стеноз по краям меньше 40%, ну и техническая безопасность до отсутствия диссекции интермуральных гематом. И попробовали применить вот эти жесткие критерии, конкретные, к своим пациентам. У них было три группы. Одна стандартная ЧКВ, где использовалась только ангиограмма и для оценки значимости стеноза, и для оценки результатов стентирования. Группа, где использовался Айвус, но без каких-то четких критериев. То есть эксперт имплантировал стенд ствол, делал Айвус, если его устраивало, значит его устраивало. Если он не устраивал, он что-то делал с этим, но без использования какого-то конкретного протокола. И группа Айвус Про, это в которой как раз используются вот эти вот вышеназванные критерии. И группа Айвус Про смогла достоверно выиграть только у группы ангиограммы. А у группы, скажем так, экспертного, использования Айвуса без четкого протокола, никакой разницы по конечным точкам получено не было. То есть сейчас пока рано говорить о том, что есть какие-то жесткие критерии оптимизации стенда в сравнении с экспертным взглядом, скажем так. Я бы хотел перейти с вашей позволения от теоретической части дальше к клиническим примерам. Навскидку я взял несколько примеров, пять штук, которые просто иллюстрируют, как нам в работе, в ежедневной, рутинной работе, здесь нет никаких специально подобранных или сделанных в рамках каких-то обучающих семинаров с ультразвуком. Это из рутинной практики нашего отделения кейса. Первый – это мужчина 68 лет, у него острый нижний инфаркт в первые часы от начала симптомов, он получил всю положенную антитромботическую терапию. И вот окклюзия ветви тупого края, тромботическая. Ствол, ствол как ствол, там вроде бы небольшая атерома есть, но так ничего себе. Прямое стентирование ветви тупого края после проводниковой реканализации на контрольных ангиограммах там был тромбоз стента. Поставили стент ВТК, он сразу затромбировался. Сделали баллонный дилатат, восстановили этот кровоток, начали инфузию блокаторов 2B3A, и на контрольных съемках ВТК вроде все хорошо, а вот в стволе катетерная диссекция. Мы предполагаем, что она катетерная, потому что ее не было на первых съемках, а потом она появилась. И вот такая вот диссекция в стволе. Ну, стандартным методом, понятно, является стентирование в такой ситуации. С другой стороны, у нас есть больной, у которого только что случился тромбоз стента. Дезагреганты еще не действуют. В этой ситуации, как поведет себя стент в стволе, мы не знаем, неуевно. Очень выраженная такая вот гиперкоагуляция у этого пациента была. И мы думали, как бы нам с этим поступить. Диссекция короткая, не окклюзирующая, не распространяется никуда, кровоток не скомпрометирован, гемодинамику больного стабильная, боли у него прошли после реконализации ВТК, уже вторичной после тромбоза стента. И мы решили ее просто оставить, как есть. Но, естественно, инфузия и фиботина, действие в гор, аспирин, наконец-то, подействует в полной мере. И через сутки проверить, что там будет происходить. Вот что мы увидели через сутки. Понятно, что обычная ангиограмма уже здесь нужно уже в какой-то ответственности стентировать или уходить. Да, и вот мы сделали айвус, это ВТК, все хорошо. И вот ствол. Смотрите, да, не видно ничего. Правда, это здесь проекция, я взял каудальную, тем не менее. Да, видна небольшая вроде как, атерома есть, но вот явной диссекции нет, кровоток хороший. И в самом стволе, да, мы видим, есть интермуральная гематома, вот она. То есть кровь попала под интиму, там как-то какая-то дистрибуция этой крови произошла. В терминальном стволе, вот так она циркулярна. В теле стволе, где была сама вот эта диссекция, да, такой вот полус крови сформировался. В аортово-устевом сегменте даже немного. Тем не менее, стеноз небольшой, просвет ствола достаточный, мы даже не стали его обводить, специально измерять. И интима. Видно, что нет никакого явного надрыва, да, границы. Просвета довольно четкие и хорошие, поэтому пациент дальше был оставлен на консервативной терапии, выписан, и все с ним было хорошо. Но вот это еще виртуальная гистология, которая хоть и показала свою в исследовании проспект связь с прогнозом по определенным параметрам, но клинического применения она так и не нашла. Тем не менее, красивые картинки, для чего я сюда вставил, чтобы показать, что бляшка сама это с очень маленьким некротическим ядром, практически не кальцинированная, да, в основном фиброзная, фиброзно-жировая, поэтому неосложненная бляшка. То есть это чисто ядерогенная была диссекция, катетером повредили эту неосложненную бляшку, и нет никакого смысла инвазивно работать. К примеру, еще один из рубрики с ОКС, это 81-летняя женщина, гипертоника, у нее в анамнезе был инфаркт миокарда, по этому поводу она была стентирована передними желудочной артерии, у нее поступила, она к нам после затяжного ангенозного приступа. Она шла по улице, у нее заболело в груди, она остановилась, а боль так что-то и не прошла. И болит, 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 а она приехала. В динамике тропонин у нее повысился достоверно, то есть у нее случился инфаркт без подъема сегмента СТ, зонди с кинезией нет, фракция выброса сохранена, ЭКГ, ну вот такая вот, есть какие-то изменения по передней стенке, не очень специфические. Вот ангиограмма, правая коронарная, к ней вопросов больших нет, вот здесь отсюда начинается в передний стентированный сегмент, к нему вопросов тоже нет, там ни в каких проекциях. Единственное, к чему мы смогли, скажем так, глазами придраться на этих съемках, это вот такой вот странный контур в стволе, тоже немного напоминающий небольшую-небольшую такую диссекцию, да. У прошлого больного мы диссекцию, которая была намного больше, оставили на консервативной терапии с контролем. Здесь тоже вот есть проекция, где практически ничего не видно, вот корониальная проекция, но тоже какой-то, да, контур, какой-то хезин, что-то такое здесь есть и симптом зависания контраста, то есть контраст здесь оставался в виде такой вот полоски и потом в диастолу не спеша смывался. То есть есть явные признаки диссекции, но что делать, стентировать это, у нее инфаркт, да, диссекция, ну в конце концов, она может быть даже и катетерная, мы же не знаем, когда она появилась, мы же делаем съемку, а катетер уже до этого там каким-то образом как-то взаимодействовал с этой стенкой. Ну и решили сделать ей ультразвук и увидели то, чего мы не видели на ангиограмме, то есть довольно большого объема бляшку и вот с кольцем, да, и с признаками, вот здесь вот изъязвление такое есть в этой бляшке, кратер, чуть-чуть там на пару миллиметров дистальней, вот такое вот место подозрительное на надрыв интимы и еще чуть дистальней, ближе к терминальному отделу, уже явная совершенно диссекция, разорванная бляшка с формированием вот такой вот тоже интермуральной гематомы, вот здесь справа это режим хромофлоу, это практически, ну такое близкое к доплеровскому изображению, да, мы здесь видим кровоток, мы видим, что кровоток есть за пределами интимы меди, то есть он в стенке сосуда присутствует, то есть такая осложненная, ну процентов может быть 40-50, бляшка в стволе левой коронарной, которая по всей видимости вот эта диссекция может быть прикрывала просветствола чуть больше, когда у нее болел в груди, там уже сейчас наши инструменты, проводник, сам катетер чуть-чуть это все прижимает, бляшка эта отличается от предыдущего случая, видно, что у нее довольно большого объема некротическое ядро, вот это красное, есть кальций, ядро соприкасается с просветом сосуда, извините, ядро соприкасается с просветом сосуда, да, в некоторых местах, то есть это бляшка, классический вид на виртуальной гистологии, осложненной такой бляшки, это, конечно, картинка виртуальной гистологии никак не повлияет ни на тактику, ни на что, просто мне кажется, что это красиво, я поэтому сюда ее вставил, выполнено, ну понятно, что выполнено точное измерение этого ствола, подобран стенд, и, соответственно, вот ангиографическая картинка, которая, к слову сказать, мало поменялась, да, после стенда, не сказать, чтобы сильно тут прям что-то изменялось, и вот картинка на айвосе, полное расправление стента, проблем никаких нет, протрузии нет, все очень хорошо, пациентка дальше была стабильна и выписана в стабильном состоянии. Следующий пример, это женщина чуть помоложе, тоже гипертоник, у нее был также инфаркт в анамнезе, вмешательство на правой коронарной, обратилась она к нам планово в связи со стенокардией, у нее положительный трендмилл тест, там индекс дюка минус 6,5, правая коронарная стентированная на большом протяжении, с ней все нормально, в левой коронарной я тут подобрал довольно такая сложная анатомия для того, чтобы сделать корректную ангиограмму, я подобрал две проекции, наиболее в которых лучше всего было видно, это стеноз, есть стеноз ствола терминального, есть протяженный стеноз пограничный тоже в переднем желудочке в максимальном отделе, в максимальной передней IFR 0,76, в среднем отделе дальше 0,87, и вот такой вот, да, вот так выглядит бифуркация это. Учитывая сложность вот этого сегмента для ангиографической оценки, очень затруднялись мы сделать качественную проекцию, поэтому взяли внутрисосудистый, внутрисосудистую реализацию, в данном случае ОКТ. Вот тело ствола, прекрасный сосуд, он даже не помещается весь в этот самый терминальный ствол, вот так выглядит разницу тут, мы не стали мерить минимальную площадь просвета, разница здесь просто колоссальная, и максимальная передняя тоже довольно серьезно сужена. Был провизорное стентирование, я не буду показывать, чтобы не тратить ваше время, сразу покажу визуализацию после стентирования. Вот это проксимальный отдел передними желудочек в артерии, дистальный край стенда. Мы видим краевую диссекцию вот здесь, которая распространяется дальше на проксимальный отдел, и такая вот, ну, минимальная микро-малипозиция, которая, в общем, большого значения здесь на краю не имеет. В самом стволе левой коронарной оппозиция стенда в основном хорошая, здесь есть небольшие какие-то страты, которые чуть выбиваются отсюда, но, в принципе, стенд циркулярный, расправлен хорошо. В передней есть, ну, тоже небольшая малипозиция, была выполнена поздилатация всех сегментов, еще один стенд поставлен дистально туда, получили хороший англографический результат, хороший результат физиологии, IFR стал один, и в передними желудочках, там, где была вот эта хоть и небольшая аномалипозиция, все удалось хорошо прижать, и главное, проконтролировать это потом. Еще один пример, тоже плановая пациентка со стенокардии напряжения, мы в экстренном порядке делали стендокардию, лечить стенокардию с вот таким поражением ствола и проксимальной и средней части передними желудочковой артерии. Вот эта картинка, это средняя треть ствола, тело ствола после уже баллонной предилатации. До предилатации у нас датчик завести туда не получилось. Да, мы померили диаметр. 3,5 это минимальный, там средний диаметр у нас получился 3,78. Стенд взяли 4 миллиметра, потому что здесь мы, обратите внимание, как мы мерили, не совсем обычно мы меряем по наручно-эластическому мембране, здесь что-то среднее использовали. Стентирован, провизорное стентирование передними желудочковой ствола. Да, и вот контроль стента, контроль оппозиции. В передними желудочках все хорошо, а в стволе вот стент 4 миллиметра повел себя вот так. Здесь есть уже выраженная, очень хорошо заметная малипозиция. Если ее померить, это то, что нам позволяет сделать у сети, то, что нам не позволяет сделать, а мы сможем измерить эту малипозицию. Здесь она почти полмиллиметра достигает. Это огромная малипозиция. Если она больше 200 микрон, то она может серьезно влиять на прогноз, особенно в стволе левой коронарной артерии. Сделали постдилатацию НСБО 4,5. Вот, получили. Можно маленькую ремарку? Вот эту информацию, которую мы получаем по малипозиции стенда, она, конечно, для нас важна. Важна в двух смыслах. Первое, слушайте, плохо прилежит стенд. Понятно, что это ассоциируется и с близлежащими отдаленными осложнениями. Надо его прижать как следует. Да, мы делаем, мы берем больше баллоны, высокого давления, агрессивно все это делаем. Но бывают случаи, когда что бы мы ни делали, а малипозиция, к сожалению, остается. Это тоже важная информация. Например, для таких пациентов мы понимаем, что нам нужно давать более агрессивный дезагрегант. Даже если это плановый пациент, мы принимаем решение о тикогрелоре и прозугреле, хотя формально можно на клопидогреле идти. Раз. И второе у таких пациентов, у меня есть несколько таких пациентов, которые, что бы мы ни делали, малипозиция остается. Это повод для того, чтобы через год перейти, например, на уменьшенную дозу тикогрелора. Есть один такой у меня пациент, который два года был на сниженную дозу тикогрелора, в какой-то момент пришел к врачу в поликлинике. Отменили ему припаску. Ну что, два года уже принимаете, уже прошло после стентирования. Через неделю тромбоз стента, и он погиб. Да, я знаю, это секционная история. Поэтому вот эти данные, которые мы получаем по визуализации, это еще информация для клинического специалиста, написать в истории болезни, что технически есть такие особенности, следует рассмотреть продленную дезагрегантную терапию. Я знаю, что такой же пациент, по-моему, даже, Юрий Георгиевич, от вас из кардиоцентра есть там небольшая мальпозиция, и ваши кардиологи продленную дали, по-моему, апексабан два с половиной дважды, ведут долго. Просто мой знакомый семьи тоже. То есть это важная информация для нас, что там несколько стендов один в другой, уже в других клиниках поставлены, и где, по-моему, у вас была визуализация. Да, но тут еще не только от наших действий, это зависит, например, если есть длинный стентирный сегмент у нас, и есть участки положительного ремоделирования, вообще ничего не сделаем. Плюс в позиции, когда сосуд продолжает дальше испытывать положительное ремоделирование, становится шире, чем стенд, и мы это можем увидеть при контроле вообще других участков, при следующих этапах у одного и того же пациента стенд стоял хорошо, а потом вдруг он стал стоять не очень хорошо. Да, да, у нас такое было, кстати, часто на стендах Сайфер мы видели, Юрий Георгиевич, не завиливать, а вагинации сумасшедшие, когда мы ставили стенд, все хорошо, все замечательно, через несколько лет делали ангиографию, оказывалось, что сосудистая стенка прям в стороны отошла от этого стенда с огромными выпячиваниями, коронарная вагинация. У меня есть один такой пациент с коронарной вагинацией, который мы ультразвук сделали лет 11 или 12 назад, и он до сих пор идет на клопидогрейле. Действительно, такое бывает. Вот визуализация позволяет, ангиографически, кстати, особо не выглядело это вот так, но у него рецидивировали эпизоды острого коронарного синдрома. У него, видимо, тромбы образовывались на этом и слетали куда-то вниз. Вот он идет на клопидогрейле уже лет 10, наверное, на двойной загреганты, аспирин плюс клопидогрейле, и эпизоды эти не повторяются. Тоже важно. Геограмма вообще нам почти ничего не дает. Прекрасная картинка. Прекрасная картинка, именно поэтому наши европейские коллеги на конгрессах постоянно говорят о том, что мы можем не использовать визуализацию, но мы должны готовить поражение и потом использовать постдилатацию всегда, особенно в стволе. Но практика реально накладывает на эти рекомендации свои известные ограничения. Да, но в этом случае после постдилатации баллоном на полмиллиметра больше НС здесь все удалось разрешить. Последний пример в этой серии это 80-летний пил к нам с передним инфарктом миокарда с подъемом СТ, но уже с таким сформировавшимся КУЭС. Давность у него 48 часов, но боли тем не менее продолжались. Артерия текла, субтотальное такое поражение в максимальной передней протяженной. И вот посмотрите, вот в одной из краниальных проекций по верхнему краю ствола видно такое вот какое-то накопление контраст. Это единственная проекция, в которой это вообще было видно. Во всех остальных проекциях там все было хорошо. Генозов никаких нет. Мы подумали, что ну может это катетерная диссекция, может быть это вообще не диссекция, не поймешь что. Но вот в одной из проекций это упорно нам бросалось в глаза. Мы сделали первичный ЧКВ, все как обычно. Переднюю стентировали. И вот уже когда здесь проводниковый катетер, они диагностические, вот это еще стало сильнее бросаться в глаза. Уже видно, что здесь есть бляшка небольшая, да. Бляшки как будто кратер, да, изъязвление какое-то. Уже похоже на осложненный стеноз. Думали, то ли это может быть как-то оставить, потому что на первой съемке краниальное это уже было. Если это катетерная диссекция, ну в принципе тоже можно ее оставить по большому счету. А если решили сделать, решили сделать внутрисосудистый ультразвук, просвет не маленький. Площадь просвет не маленькая, но в общем-то 64% стеноз, но это разрушенная бляшка полностью, да, вот изъязвленная, с большим таким вот дефектом, поэтому решили, учитывая острую ситуацию, тоже имплантировать туда стенд, да, в этот ствол, и вопрос по этому стенозу закрыли, пациент выписан тоже без каких-либо осложнений, без проблем. Вот, я благодарю за внимание, это все случаи, которые бы я хотел показать, все акценты, о которых я бы хотел сказать, и дальше вместо заключения я, наверное, просто приглашу всех уже к дискуссии, да.